Доброе пятничное утро! У нас очень интересный гость, вернее, гостья, известная телеведущая с канала РБК, Жанна Борисовна Немцова. Жанночка, доброе утро! Доброе утро! Ну, знаете, вы меня сегодня, конечно, утром поразили, я хочу, чтобы наши радиослушатели услышали, что Жанна не просто ведущая, она, кажется, чересчур агрессивный трейдер. Когда она забежала сегодня утром в переговорную попить кофе, она тут же взяла свой планшетник и начала кричать, дайте мне срочный интернет, потому что мне надо закрыть сделку. Ну, вот вы закрыли сегодня сделку, при том, по самой высокой точке практически, 173,800, сколько? Сейчас проверим. Ну, вообще, я хотела бы тебе несколько возразить, я не сумасшедший трейдер. Нет, я не говорил это слово. Я вынужденный трейдер, так как я сейчас являюсь ведущей не только программы рынки, где я освещаю текущую ситуацию на финансовых площадках, российских, европейских, американских. Я еще автор и ведущий другой программы, которая называется «Дневник спекулянта», программу мы делаем вместе с компанией «Финам». И там у нас своеобразная битва трейдеров между мной, соревнования, и Даной Борисовой. И поэтому я вот сейчас, к сожалению, должна этим заниматься. Я не могу сказать, что я фанат. Что касается закрытия сегодняшней сделки, то я закрыла ее на уровне 173,700. Текущая котировка 173,320. Это вопрос другой. Именно почему, к сожалению? То есть... Ты знаешь, я, во-первых, я себя трейдером не считаю, и более того, я даже... А видишь? И быть не хочу особо. А ты здесь не хочешь? Ты знаешь, я не могу сказать, что у меня есть какая-то регулярность в этих занятиях. Да, я постоянно чем-то занимаюсь, но вот таким активным трейдером, постоянно заниматься этим каждый день, традейтрейдингом и так далее, вот это вот не мое. То есть это вынужденная мера? Сейчас вынужденная мера, пока у нас идет проект, да. А когда ты начала этим заниматься? Ты знаешь, я начала этим заниматься очень давно. Дело в том, что... Вот расскажи детально. Рассказываю все в деталях. Моя мама торговала на фондовом рынке с 2004 года. А папа? Папа даже несколько позже, просто моей маме в наследство остались пакеты акций, и она решила этим заняться, тоже по неволе, трейдер по неволе. Вот, но эти годы, 2004, 2005, 2006, они были неплохими для фондовых рынков. Вот, и мама стала торговать акциями, я, честно говоря, особо не вникала в то, чем она занимается, и мне было это не особо интересно. А потом мама сказала, а почему тебе тоже не попробовать? И знакомство с фондовым рынком у меня состоялось в 2006 году. Я даже помню день, точнее не день, а месяц, это был май, тогда был небольшой обвал на российских площадках, и я именно на этом обвале приобрела несколько глубоких фишек. И на следующий день все выросло, и меня это воодушевило. Но все равно, даже после того, что тебя воодушевило? Да, потом я стала работать, ну, в общем, 2006 год, это начало, почему не воодушевляет теперь, могу объяснить. Потом я начала работать в управляющей компании, я не занималась непосредственно трейдингом, я занималась больше продажами услуг управляющей компании. Вот, но все равно меня немножко тянуло в сферу торговли, и потом я перевелась на позицию помощника управляющего, и там тоже совершала какие-то операции. Ну, самый тяжелый год, наверное, для всех, не только для меня это был 2008. Ну, никто не был готов? Я не была готова, честно скажу, и поэтому мой пакет акций, тогда у меня я исключительно занималась только акциями, причем я не использовала кредитного плеча. Вот, весь мой пакет, естественно, очень и очень сильно просел вместе со всем рынком. Я не стала ничего продавать, на самом деле. Пересидела? Я пересидела, и более того, я просто поменяла некоторые бумаги, вот, на те, которые, с моей точки зрения, росли бы быстрее. И, в общем, мне удалось на несколько лет восстановить все утраченные позиции. То есть ты, по сути дела, активно торговала? Да, я пыталась... Управляла? Да, управляла, я пыталась восстановить свои потери, но, вы знаете, есть такое высказывание, оно мне не принадлежит, но оно мне очень нравится, что каждый человек в сознательной жизни переживает три кризиса. В первый кризис он теряет, второй он должен заработать, а в третий кризис он должен сохранить. Вот пока у меня был только первый кризис 2008 года, и я, естественно, потеряла, что соответствует логике этого высказывания. Я надеюсь, что во второй кризис, если, может, он сейчас уже идет, мне удастся заработать. Вот, конечно, 2008 год несколько охладили, наверное, пыл, не только мой, но и многих других инвесторов. А сейчас, потом, ну, все равно пришлось что-то делать со своим портфелем, и все равно я не активный трейдер, ну, кроме этого проекта, тут, да, мне нужно этим заниматься. Но, тем не менее, у меня всегда есть какой-то портфель акций, либо я вкладываю в фонды, когда у меня нет времени на то, чтобы управлять. Вот, но в прошлом году я как-то переключилась сильно на именно рынок срочных инструментов, в частности, на фьючерс, на индекс РТС. Это стало меня интересовать больше. К тому же, есть и преимущество, что ты можешь часть своего капитала, например, положить на депозит, часть на счет. Вот, в качестве гарантийного обеспечения у тебя есть и некоторое плечо, если, конечно, не сильно рискованно играть, это, в общем, дает преимущество. То есть ты можешь, не имея полного обеспечения на бирже, при этом получать плюсы от торговли в полном объеме. Вот это, наверное, мне нравится. Более того, конечно, рынок российский находится не в очень, наверное, хорошем состоянии, много разных проблем с отдельными эмитентами фьючерс на индекс РТС. Я думаю, что это оптимальный на сегодняшний момент. Да, и самый ликвидный. Инструмент и ликвидный, и нет рисков, которые связаны с действиями, например, топ-менеджмента отдельных компаний. Вот очень много непредсказуемых вещей, которые не являются рыночными рисками. Спекулятивный инструмент. Да, спекулятивный инструмент, но тут рыночные риски, а есть риски нерыночные. Я думаю, что на российском рынке таких рисков тоже много. Скажи мне, а мама продолжает трейдингом заниматься? Ну, мама немного отошла от этого дела, скажу честно. Я ей тоже периодически покупаю или продаю фьючерс на индекс РТС. Она стала больше мне доверять в этих вопросах. Но, тем не менее, она прекрасно во всем разбирается и знает все акции. Ну, папа, я так понял, просто времени нет. И смотрит канал РБК. Нет, папа тоже торгует. Но он предпочитает облигации. Скажи мне, вот такая вещь. Работа на, в принципе, единственном в стране канале, который освещает, по сути дела, ну, кроме там «Россия-24», который освещает экономические, биржевые и все остальные новости, она помогает тебе или, наоборот, дает тебе чересчур такое количество информации, которую ты не можешь обработать? Вот, знаешь, есть апологет технического анализа, который считает, что нужно использовать только технический анализ торговли, что новости вредят, мешают. Я с этим категорически не согласна. Работа на РБК. Во-первых, я давно мечтала попасть на РБК. Могу сказать, с 2007 года. Просто мне не хватало профессиональных возможностей для этого. Я много училась. Я, кстати, в том числе есть такой знаменитый экзамен CFA. CFA, да. Я первый уровень сдала, очень этим горжусь. Ну, так почему дальше не пошло? Потому что сейчас времени нет для подготовки, но я хочу, конечно, идти дальше. Но я горжусь тем, что не все мужчины, которые, в том числе, являются профессиональными управляющими, смогли осилить данный экзамен. Ну, это экзамен очень тяжелый. У меня есть лицензии там «семерки», «55», «24», «61», но у меня нет CFA. Экзамен очень тяжелый. Я знаю, подготовка к первому уровню, минимум год, надо пробыть там очень тяжелый уровень. Я знаю, что экзамен очень тяжелый, на самом деле. Он очень тяжелый, он на английском языке, но, тем не менее, я собралась силами, его сдала. На самом деле, если человек что-то хочет, он может этого добиться. Что касается работы на РБК, она, безусловно, мне помогает. Я нахожусь в курсе событий, и я могу смотреть ретроспективно. То есть я каждый день вижу этот поток. Если его творчески обрабатывать, то, безусловно, это очень сильно помогает тебе делать выводы. Плюс у меня память хорошая. То есть я помню, что там происходило. Если, конечно, ты приходишь на работу, читаешь новости, и все. И что было вчера, ты уже не помнишь, то да, так, конечно, сложно. А если ты постоянно следишь за этим информационным потоком, у тебя складывается какое-то видение рынка, это, безусловно, оказывает поддержку, в том числе и торговлю. Потому что самому каждый день прочитывать огромное количество новостей. Очень тяжело. Да, когда у тебя нет... То есть у тебя живые фильтры есть. Когда у тебя нет прессинга со стороны руководства канала, что тебе это необходимо делать в качестве своих служебных обязанностей, да, это тяжело, и я очень многому научилась на РБК. Но есть и свои... Если, конечно, заниматься активным трейдингом, это, конечно, сложно совмещать, поскольку все-таки ты целый день занят, ведешь прямые эфиры, и одновременно совершать операции какие-то сложно. То есть тут нужно разрабатывать просто более среднесрочную стратегию. Вот утром я у тебя видел, ты закрыла 15 контрактов, правильно? Да, я торгую стандартным лотом, а вот сейчас... Вот я хотел поэтому спросить, 15 контрактов это, в принципе, немалая... Немаленькая позиция, по сути дела, начинающая для человека, который только начинает торговать. Это вынужденная мера или ты уже вошла во вкус? Ты знаешь, я торговала 20 контрактами, когда я не стала публичным трейдером в силу дневника-спекулянта. Слушай, я считаю, что это, конечно, немаленькая позиция, учитывая... Все зависит от того, какое гарантийное обеспечение, обеспечение, правильнее говорить. Ну, все равно, ну, со мной насчет правописания, ты знаешь. Ты знаешь, я считаю... Я считаю правила произношения, я считаю, но я все-таки комментатор программы рынки, должна говорить грамотно. Все зависит от... Я считаю, что большая... Ты намекаешь на меня, что я ведущий про ту же радиопередачу, и очень плохо... Это твой стиль. У меня тяжелый отпечаток, Одесса, потом Америка, я уже забыл вообще, где я захожусь. Нет, я ничего не имела в виду и не хотела тебя ни в коем случае обидеть. Нет, Жанночка, я вообще... Я более того, тебя считаю хорошим оратором. В 40 лет, в 40 лет, знаешь, обижаться уже на то, что ты где-то неправильно... Я, например, все время путаю торты, торты. Средства и средства... Клянусь тебе, вроде все поправильно повторяю, а потом... Газопровод и газопровод, да? Газопровод и 100%. По поводу 15 контрактов. Это маленькая позиция, потому что большая позиция это 3000 контрактов. Но это вот мера вынужденная, 15 контрактов или нет? Нет, я всегда торговала 20 контрактами, но... Моё личное убеждение, что да, исходя из того ГО, которое у меня сейчас есть, это, конечно... В принципе, это не очень много, но все относительно. Относительно моего ГО, да, это приличная позиция. Ну, 15 контрактов сейчас, 11 тысяч, то есть 15 контрактов торговать это 150 тысяч по ГО, но если брать номинальный контракт, то это по промиллионам. Да, у меня, да, совершенно точно, это именно такая приблизительная позиция. Сейчас у нас в соответствии с правилами конкурса у Даны 10 тысяч долларов на счете. У меня 300 тысяч рублей когда-то было. То есть эквивалентно. Да, ну, приблизительно, да, у нее чуть меньше, исходя из того, что сейчас курсы доллара к рублю ниже 30. Бедная, да. Да, но тем не менее, да, тут, конечно, исходя из этого ГО, да, это не маленькая, не маленькая. Это хорошая позиция на 15, на 15 можно зарабатывать деньги. Ну, это и не максимальная, но моя, конечно, позиция сейчас заключается в том, что я буду постепенно снижать количество контрактов покупаемых по мере того, как, я надеюсь, будут какие-то показываться результаты, я буду снижать количество контрактов. Но большая позиция это 3000 контрактов. Дорогие друзья, у нас очень интересный гость, умная девушка, которая торгует на рынке, плюс ведущая программы РБК Жанна Немцова. Телефон студии 65 10 9 9 и 6. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите, задавайте вопросы. Жанна, такой вопрос, хитрый вопрос. Да. Ты постоянно на РБК. Ты видишь громадное количество людей, к вам приходят каждый день, к тебе, к Данилу Бабичу, вы ведете много совместных передач. Данил Бабич, кто тебе в адеквате нравится, допустим, стиль изложения, к чьим рекомендациям ты прислушиваешься, я имею в виду приходящих гостей. Ты уже наверняка там за несколько лет работ на РБК перевидела там всех. Ну, будет год, точнее исполнился год, как я работаю на РБК, как я в эфире, еще пока и года нет. Да, я многих видела, но, пожалуй, наверное, я не буду сильно оригинальной, если скажу, что больше всего мне нравится Степан Димура. Как это, может быть, не странно для некоторых звучит. Да, у него бывают такие прогнозы экстремального характера. Он сейчас даже сидит. Да, я помню прогноз, когда он сказал, что 27 октября война будет. И я реально стал готовиться. Обзвонил всех, говорю, Степан Димура сказал, что будем воевать. Он, к нему, кстати, все-таки некоторые люди прислушиваются и с удовольствием его слушают. Я, насколько я знаю, он один из самых популярных ведущих. Совершенно верно. Если креативно подходить к его рекомендациям, выкидывать какие-то экстремальные предсказания, то в целом я считаю, что у него неплохое видение рынка. Степан Димура образно, он и РБК, это две неразделенные вещи. Я говорю о людях, которые приходят. Наши, потому что очень часто радиослушатели действительно говорят, посоветуйте кого послушать. Мне очень тяжело кого-то советовать. То есть у меня есть свои идеалы, которые мне нравятся. Кто тебе нравится из приходящих управляющих? Если говорить о недавнем времени, не все далеко эксперты в прошлом году предсказывали рост, который мы сейчас увидели. Я бы, наверное, отметила бы Владимира Потапова. Это управляющий, который работает в ВТБ «Капитал управления активами». Он руководит всем блоком. Отделом. Да, ну, не знаю, блоком или управлением. Не хочу его обидеть, не знаю, точно не помню формулировку его должности. В общем, всем блоком, который занимается непосредственно управлением как ПИФами, так и ДУ, так и пенсионными фондами. Он был один из немногих, кто сказал, что он ожидает роста в конце этого года. И он отметил акции электроэнергетики, нефтегазовый сектор и был абсолютно прав. Андрюша Есин тоже вообще просто не верит в падение. Он постоянно тоже позитивен. Андрей Есин, я его тоже люблю. Но он действительно никогда не верит в падение. Я не хочу о нем сейчас говорить, потому что, во-первых, он очень известный и не нуждается в рекламе. Теоретически-то Андрей прав, потому что если взять рынок с 29-го года, мы ни разу не падали. То есть все, что у нас происходит в жизни, это такие краткосрочные откаты, но если взять наклонную прямой, то это наклонная прямая вверх сугубо. Не на всех рынках. Не, мы говорим за, допустим, там, американский рынок. На японском рынке это не так. Они стагнируют уже очень много лет. Это связано, наверное, с ограниченностью территории. Экономика уже достигла своих каких-то максимальных размеров, и рынок уже просто не может никуда расти. Именно ограниченность территории. Первый вопрос есть, при том человек с таким смешным никнеймом Карабас-Барабас. Я, кстати, знаю. Так это Андрей Карабьян, что ли? Нет, 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 я даже знаю, кто это. Нет, там не написано не Андрей Карабьян, а Карабас-Барабас. При том с большой буквы, я даже знаю, кто это. Ну, такой, это личный вопрос. Жан, какой ваш идеал мужчины? Какой мой идеал мужчины? Это очень сложный вопрос. Ну, сегодня же у нас... А он с подвохом? Нет, нет, вот я вам правда говорю, вот конкретно я сказал. Я не вырезал ничего, именно конкретно. Какой ваш идеал мужчины? Вот я здесь... А, вот здесь маленький ремарк. Жанна, вы очень умная, красивая девушка. Наверное, трудно найти более умного мужчину. Видите, не написано более красиво, чтобы любиться в него. Это так. Какой ваш идеал мужчины? Вы знаете, я, как ни странно, не скажу, что я феминистка. И считаю, что, если даже на трейдинг посмотреть, на известных управляющих, то среди них едва ли найдется женщина. Надо очень долго с микроскопом, наверное, искать. Поэтому, безусловно, в среднем, наверное, мужчины достигают большего. И очень много мужчин умнее меня. Ты уходишь от ответа. Какой идеал? Идеал в том, что я не охвожу от ответа. Я хочу развернуто ответить на вопрос, что я отвечаю с конца, понимаешь? То, что есть много людей умнее меня и, наверное, красивее меня среди мужчин. Мой идеал мужчины, я не буду, наверное, тут скромничать. Я люблю высоких и умных. А такие бывают, да? Высокие и умные? Ну, встречается. Тогда другой вопрос. Выбрала ли бы ты себе мужа, который трейдер? Ты знаешь, как ни странно, я все время общаюсь с людьми, близко в том числе, которые так или иначе связаны с финансовыми рынками. С финансовыми рынками. Они не являются частными трейдерами, но они связаны с финансовыми рынками. Они работают на различных рынках. И так меня судьба сводит, что я общаюсь именно с этими людьми. Потому что, наверное, тут не только какие-то симпатии личного характера, наличие общих интересов. Это тоже важный аспект. Общение. Нам всегда есть о чем поговорить. Представляете, лежите в постели. Евро, доллар, доллар, рубль. Какте сегодня мои передачи. Но на самом деле люди должны общие какие-то, как минимум, интересные быть. Но если мы были бы абсолютно из разных сфер, то я думаю, что сложно общаться. Да, поэтому, безусловно, большинство людей, с которыми я общаюсь, если они среди моих подруг, если они еще не знали о фондовом рынке, то они после общения со мной об этом обязательно узнают. Поэтому, конечно, я предпочитаю людей, которые так или иначе в этой же области, работают, но они, естественно, не журналисты, но тем не менее. Расскажи побольше о программе, которой ты, в принципе, сейчас автор, да, «Дневник спекулянтов». И из этого просто будет вытекать следующий вопрос, когда ты мне расскажешь. Я просто, чтобы не забыл, я не такой профессиональный ведущий, как ты. Ты там 7-8 раз в день в эфире, а я несчастный один раз в неделю. И у меня память не такая хорошая. Слушай, я тебе скажу так. Ты, может быть, в эфире не так часто, как я, зато ты ездишь по городам и весим с семинарами. Это намного более сложная работа, чем сидеть в студии и говорить на камеру. Я смотрела, кстати, твой семинар. Ты не говоришь на камеру, ты говоришь перед камерой. То есть ты говоришь, что ты считаешь, что я все-таки был с тобой в одной передаче, я видел, как ты отвечаешь на вопрос, у тебя вообще искрометная скорость на самом деле. Да, ну, скинем на ум и на молодость. Я уже не такой быстрый и не такой молодой. Поэтому по поводу передачи я от этого просто пойдет. Или расскажи в начале передачи. У меня вопрос один. Какого стиля торговли ты придерживаешься? Потому что у тебя какой-то стиль торговли должен быть. И как ты торгуешь на передаче? То есть торговала ли бы ты на передаче по одному, чем ты торгуешь в жизни? Я поняла вопрос. Да, действительно, пришла такая идея сделать программу Дневник спекулянта. Она мне в голову пришла. Совместно со своими коллегами мы написали сценарий этой программы. Понравилась идея Финаму, чему я очень рада. Я считаю, что ничего нового мы тут не придумали особо. Потому что подобные программы были. Но взять с улицы человека это очень хорошая идея. Нет, мы не с улицы взяли человека, мы взяли Дану Борисову. Нет, я имею в виду человека, который к тренингу не имеет отношения. Да, но в чем, наверное, ноу-хау этой программы? То, что я решилась на то, чтобы соревноваться и публично торговать. Ну, это для тебя челлендж. Это для меня, это на самом деле тренировка не мозгов, а нервов и проверка на прочность. Это действительно сложно. И многие мои коллеги говорят, Жанна, ты что с ума сошла? Ты же можешь проиграть. Я же не знаю результат, какой будет в результате. Тем более короткий промежуток времени тут сложно что-либо прогнозировать. Ты же можешь проиграть. Это же удар по твоей репутации. Я сказала, нет, я буду. Никакого удара я абсолютно не вижу. Обычно в соревнованиях тяжело участвовать, на самом деле. В соревнованиях публичных участвовать очень тяжело. Особенно, когда у тебя короткий промежуток времени. Тем не менее, я на это решилась. Наверное, в этом ноу-хау нашей программы. В этом, наверное, ее основное преимущество. И она представляет интерес какой-то. Но идея, да, это в общем реалти-шоу. В любом реалти-шоу присутствует элемент соревнования. Вот поэтому вот такая ситуация. Сложная идея, но я рада, что она была реализована. Что касается стиля торговли, то тут на таких коротких промежутках времени сложно каким-то стилем, стиля придерживаться. Но, во-первых, на что я смотрю, это на то, куда идет в целом рынок, на тренд, на скользящие средние. То есть направление движения. Общее направление, да, это важно понимать. И второе, я заметила определенную закономерность. Правда, скажу честно, я еще и до конца не протестировала. Если, например, вы видите, что фьючерс на индекс РТС закрывается в 23.50, это окончание вечерной сессии, в ту или иную сторону, то большая доля вероятности движение продолжится на следующий день. Не обязательно он будет в течение всего дня. направление может измениться. С открытия. Ну, с открытия, да, вы увидите. Ну, то, что сегодня произошло, ты с открытия поэтому продала. Это происходит... Я первый раз воспользовалась своим наблюдением сегодня. Вот. Математически это не обосновано пока мною. Но я скажу, что я буду это обосновывать не в одиночестве, поскольку все-таки тут требуются определенные навыки. Ты вчера покупала в районе 172. Я вчера встала. Понимаешь, вчера какая ситуация была, если следить. Вообще, на этой неделе рынок... Вчера все торговалось в плюсе, а Россия в минусе. Было более-менее очевидно, что, скорее всего, мы все-таки пойдем в русле мировых тенденций. Ну, там просто с рублем была ситуация, такая рубль сильно терял, похоже, ЦБ там скупал доллар или что-то из-за этого. Ведь на движение на фьючерсе, наверное, ни для кого не секрет, пара доллар-рубль и евро-доллар, они оказывают существенное влияние. Поэтому у меня было ощущение, вчера, кстати, дневники спекулянта сказали, что, скорее всего, мы все-таки пойдем в русле каких-то тенденций. Вот, и я, да, я открыла вчера на уровне 172, наверное, тысячи позицию длинную. Там хороший заход был, потому что там просто выход из канала был. Да, я ее закрыла, потом опять вечером еще раз открыла. В общем, вот так вот. Ну, а сегодня тоже более-менее очевидно, что мы с ГЭПа вверх начинаем, но движение, видим, не очень мощное. Тут, наверное, сказывается и пятница, и президентские выборы, все боятся, что все упадет. Кстати, ты голосовать пойдешь? Обязательно. Но я не буду спрашивать, за кого у нас на политической передаче. Нет, я скажу, за кого буду голосовать, я буду голосовать за Михаила Прохорова. Никакого секрета в этом нет. Кстати, я смотрела последнюю передачу Прохорова между Прохоров и Жириновский. Я не смотрела, но я наслышана об этой программе. Я советую очень сильно посмотреть, потому что я просто вот сидел, и от начала до конца смотрел, и я скажу честно, что я вообще очень люблю цирк, но такого циркового выступления я не видел. Там, где была Пугачева. Ну, там, например, Алла Борисовна, просто говорите, разговор идет такой, закройте просто свой рот, вам здесь нечего делать. Ты знаешь, я, наверное, отношусь к такому, к такой категории людей не очень большой. И я ненавижу всяческие скандалы и просмотр скандальных программ, роликов и так далее. Я очень близко к сердцу все это воспринимаю. И вот этот поток негатива, который идет с телеэкрана, например, в различных программах, таких примеров много, пусть говорят. Свобода и справедливость. Вот сейчас я узнала, такая программа есть. Я смотреть не могу. Свобода и справедливость, по-моему, называется программа. Ее смотрят обычно в костюмерной у нас, костюмеры наши. Я от них узнала, она лично такая программа. То есть вот этот балаган и какой-то разборки, это не то, что я люблю смотреть. Я и так устаю, и хотелось бы время проводить в спокойной атмосфере. А какие твои любимые передачи, которые тебе действительно помогают расслабляться? Мыльные оперы какие-то? Ты знаешь, я не смотрю никаких мыльных опер даже. Я люблю кино, я покупаю фильмы и скачиваю фильмы. Я предпочитаю европейское кино. То есть, в общем, можно сказать... Франция? Франция, Англия бывают неплохие фильмы. И скандинавские фильмы есть, ничего. Поэтому итальянские. Поэтому я, в общем, такой, наверное, даже не в тренде в плане. То есть я не любитель массовой культуры. Вот, поэтому... Что-то про рынок хотел тебе сказать, и ты меня перебил по поводу... По поводу... Да, я просто хотела сказать, что сегодня вот что нам мешает. Вот сейчас ситуация, парадоксально, на мой взгляд, складывается. То есть вроде бы ликвидностью накачали, да, систему. Должно все расти, и так и было. Когда мы в Америке наблюдали накачку ликвидности до КУЕ и так далее. То же самое происходит в Европе, но одновременно, по идее, если посмотрим на доллар в течение количественного смягчения, то он снижался. То есть евро сейчас должно падать. А падение евро не предполагает роста большого. Дорогие друзья, у нас в гостях Жанна Немцова, телефон студии 6510996. Звоните, задавайте вопросы, мы вернемся после маленького, короткого рекламного ролика, нетелевизионного. Еще раз всем доброе утро, 6510996, телефон студии у нас в гостях Жанна Немцова. Жанна, я все время все-таки смотрю, здравствуй, Жанночка, еще раз, кто не успел, знаешь, у нас люди в пробке 70% жизни проводят, знаешь, как заехали утром и все. Вот я просто вижу, что ты свой айпад не выключаешь. Ну я сейчас выключила. Я могу выразить... Я как Юлий Цезаря, делаю два дела одновременно, разговариваю и смотрю. Я могу выразить мнение, что тебе все-таки нравится, что ты делаешь. Ну, мне нравится работать на РБК. Нет, мы говорим сейчас за... Нет, я не люблю интродейт трейдинг и смотрю уже, знаешь, наверное, это уже какой-то инстинкт и условный рефлекс. Ты себя не видишь трейдером. Я себя трейдером. Честно... Знаешь, на старости ведут это как есть, знаешь, тортилла под зонтиком сидишь и делаешь медленно с девочкой там в удовольствие. Как тортилла под зонтиком, в черепаху ты имеешь в виду? Ты знаешь... Спокойная жизнь размеренная. С одной стороны, мне хотелось бы быть трейдером, но исключительно работая в какой-либо компании. Я не вижу себя частным с трейдером. Почему? Ну, я не считаю это такой работы, что ты сидишь там своим капиталом, не очень большим управляешь. Во-первых, когда ты управляешь небольшим капиталом и показываешь фантастические результаты, это еще ни о чем не говорит. Потому что результаты должны быть показаны в масштабах. Очень легко сделать, если смотришь там конкурсы и так далее. Очень легко заработать очень много на маленьком капитале, рискуя всем. Понимаешь, ты потеряешь, ничего страшного. Если не потеряешь, то очень много заработаешь. А вот большими капиталами управлять намного сложнее. И вот тут и демонстрируется, наверное, мастерство управляющего. Это именно управление на больших объемах. Если заниматься только этим и работать в компании, вот, но, откровенно говоря, не знаю, хватит ли, я даже так скажу, не хватит ли у меня ума, а хватит ли у меня нервов, поскольку все-таки это работа. Нервная работа очень. Это, да, тут вопрос, наверное, не интеллекта, а вопрос того, насколько у тебя крепкая нервная система, насколько ты умеешь терпеть и насколько ты умеешь ждать. Как вот ты сейчас умудряешься, в принципе, ты ведешь, у тебя там в день 6-7 эфиров? Ну, сейчас поменьше чуть-чуть. Пять? Ну, да, 4-5 есть. Плюс торги? Вот сложно успевать, и из-за этого страдает, наверное, несколько результатов мои. Ну, не единственная причина, но одна из причин. И сложно просто сесть и спокойно обдумать вообще, что делать, куда двигаться дальше. Из-за этого совершаются импульсивные сделки, они оказываются не совсем правильными. Ну, вот такие условия, они есть, от них никуда не денешься, и надо выигрывать. Вот у нас вопрос есть, Иван задает вопрос. Жанна, верите ли вы в Бога, и как вы относитесь к религии? Я не очень, конечно, понимаю вопрос, но... Да, я верю в Бога. Я не фанатична, то есть я не являюсь прихожанкой какой-либо церкви, я не постоянно хожу в церковь, тем не менее я в церковь хожу, и я хожу в православную церковь. А в плане суеверия? Нет, я бы не сказала, что я суеверная, но у меня, кстати, есть такая манера, я люблю кинуть монетку, если я не знаю, что делать. Вообще, религия, вера и суеверие — это антиподы, то есть если ты веришь в Бога, при этом еще и суеверный, то у тебя в голове точно каша, наверное, у меня в этом смысле. Некоторая каша все-таки есть, потому что я не глубоко знаю религию, что, наверное, не очень хорошо для образованного человека, это важно. Потому что сегодня, наверное, все мужчины пишут, например, вот был вопрос, мешает ли твоя работа тебе в личной жизни? Она мне не мешает, но, скажи откровенно, не помогает, вопреки общему мнению, что такая работа должна помогать. Почему она мне должна мешать? Я не работаю 12 часов в сутки, понимаете? Есть работы в крупных корпорациях, например, яркий Макинзи, где работаешь 12 часов в сутки. Не то, что тебе работа мешает, тебе же просто не надо никакой личной жизни после такой работы. Ты приходишь после работы даже. Моя работа не является жутко напряженной до такой степени, она, конечно, напряженная, но у меня есть время на личные хобби. У меня такой вопрос, я, конечно, не журналист, но я тоже, значит, верю тем, как готовиться к передаче, я кое-какие вещи узнаю. Вот я недавно узнал, в принципе, что Дане Борисовой стала нравиться торговать, и она очень много времени личного стала этому уделять. Я просто знаю это с первоисточников, то есть я не читаю, например, ни на каких порталах и все остальное. Я верю тому, что я знаю, и я знаю, что это такая ситуация, что действительно, не ради рекламы, не ради рекламы Дане Борисовой, что она действительно, ей нравится торговать, она сидит, читает, кое-что чем-то, увлекается, я знаю, что она приезжает, общается там со своим коучем, да? Да, но Борисова не нуждается в рекламе, это первое, что я хотела бы заметить. А Борисова это поэтому и сказал, мы не говорим ради рекламы. Что касается нравится или не нравится, я могу сказать одну абсолютно объективную вещь, что первоначально у нас была договоренность, что она приезжает только в пятницу в студию, но она по собственной инициативе захотела приезжать чаще, и она приезжает теперь к нам в три раза в неделю, в понедельник, в среду и в пятницу. Действительно, вопреки общему мнению, она не глупая девушка. Нет, она блондинка, в прямом смысле этого слова, она, конечно, блондинка, фигурально выражаясь, то есть я считаю, что она способная, и фондовый рынок это, наверное, не для избранных, глупо считать, что фондовый рынок это дело избранных, нет, это совершенно не так. То есть артисты могут торговать? Вот, например, ярчайший пример, наверное, коуч, как ты выразил, селенаставник Даны, он раньше был артистом. Арнольд Шварценеггер, просто я тебе рассказывал, очень любит побаловаться, кстати, да и трейдингом. Ну, я говорю, что это не занятие для избранных, только для людей, которые там имеют экономическое образование, совершенно не обязательно, что ты являешься доктором наук и фантастически умным человеком, эрудитом, и при этом ты успешный трейдинг. Да, я просто знаю, что она и приезжает, и финам очень часто тоже, она действительно, то есть я знаю с первоисточником, что ей действительно нравится, то есть не просто там как бы отработать, сделать что-то, а это действительно человеку начинает нравиться. Да, ей нравится, и она, на мой взгляд, очень быстро как-то вникла, да, она схватывает, и я даже себя вспоминаю, что мне понять валютные пары, мне реально на это очень много времени ушло, потому что я не понимала, как торговать деньгами, как выражаются люди, которые, наверное, далеки от этого. Вот обычно так, смотри, есть два таких выражения, это теоретически и практически, всегда, да, и громадное количество анекдотов на эту тему. Когда ты делала первый раз эту передачу, ты же, в принципе, не знала, в каком русле она пойдет, правильно? Вот сейчас, когда она идет в данном русле, тебе нравится, в каком русле она идет? Мне, безусловно, нравится, я более-менее предполагала, в каком русле она пойдет, я, откровенно говоря, не ожидала от данного такого энтузиазма, вот это точно могу сказать, вот, но у меня сейчас, понимаешь, у меня же несколько задач, я не только автор и ведущий, я еще и участник соревнований. Ну, очень самое тяжелое. Да, самое тяжелое, это часть, и победа тоже важна, как ни странно, не главное участие, я считаю, что победа главная, вот, я не уверена, что я там одержу победу, но все равно надо показать какой-то результат, все-таки, когда ты комментатор рынков и говоришь про рынки, ты должен что-то делать. Кстати, тут второй момент есть, я много писем приходила к нам на канал, в редакцию по поводу того, что у меня нет, что у меня нет торговой практики, и поэтому мой взгляд на рынок недостаточно убедительный. Вот, сейчас у меня торговой практики достаточно много, и в какой-то степени он действительно помогает. То есть ты очень серьезно к этому относишься? Я к всему отношусь слишком серьезно, я так скажу, я ответственный человек, и к этому я, да, безусловно, потому что это, как бы, кто бы что ни говорил, но если ты показываешь плохой результат, будучи все-таки связанным с рынками, это не есть хорошо. Ну, ты понимаешь же, опять же, то, что вы когда освещаете, это более глобальная картина, например, та же нефть, евро, доллар и все остальное, но когда ты торгуешь, ты торгуешь в моменте, и это не всегда. Если бы ты торговал именно длинные горизонты, я уверен, что все, что вы на РБК смотрите и слушаете, и о чем говорите, оно очень сильно помогает однозначно, потому что, по сути дела, ты приходишь на работу, то ты имеешь готовые фильтрованные новости, которые обыкновенному трейдеру в обыденной жизни приходится, вот как мне, я прихожу, да, у меня нету 20 человек, которые мне говорят, а вот сегодня это случилось, сегодня то случилось, и мне приходится открывать. Ты знаешь, я тебе скажу больше, на РБК нет 20 человек, которые говорят, и мы абсолютно полностью сами готовимся, полностью сами ищем информацию, никто нам не оказывает никакой помощи, и мы, каждый ведущий, он является автором. Конечно, есть и редакторы, которые выполняют какую-то часть работы, но ту информацию мы сами выделяем, то, что для нас важно, и так далее. Что касается торговли, ну, например, я вот могу сказать, что для меня 2008 год стал очень поучительным, поэтому 2009 я была занята восстановлением потерь 2008, вот 2009-2010 два года. А вот в прошлом году я, например, ничего не потеряла на этом падении. По рынку? Да, я не потеряла, я заработала, да, я не участвовала в падении в втором полугодии, но зато я участвовала в росте в первом. Главное, результат плюс за год. То есть у меня плюс, да, и тут, наверное, какие-то знания, они влияют. Главное, что я стала более консервативной, у меня нету жадности. Вот я хотел задать, стационарный вопрос, стационарный вопрос, ты, в принципе, пускай там не агрессивно, довольно-таки много в рынке. Какие из всех обыденных проблем, которые имеют все трейдеры, которые приходят на рынок, что постигло тебя? Меня постигало раньше жадность, сейчас отсутствие жадности, я очень консервативно стала, я лучше недозаработаю, чем потеряю это однозначно. Потом я все равно, ну, в общем, сильно не рискую, не рискую всем капиталом и так далее, это безусловно так. Чего не хватает, терпения не хватает, наверное, это у всех, и тут абсолютно ничего сделать нельзя, нет. Но есть, конечно, отдельные экземпляры, которые дожимают там тренд до конца, не так много таких терпений не хватает, да. А что для тебя биржа, для тебя? Я, знаешь, когда люди говорят о чем-то, помнишь, как был фильм «Достучаться до небес», когда он говорит, что на небесах только говорят о море. Вот что, если ты с кем-то беседовал, тебе бы задали вопрос, Жан, что для тебя биржа? Что для тебя биржа? Ну, это работа для меня. И жизнь... То есть у тебя, образно, если сложить синонимы, да, то ты биржа-работа. Ну, работа, потому что я их либо освещаю, либо я на них торгую. И то, и другое работа, но я могу сказать, что я, например, даже если у меня нет никаких позиций и так далее, мне все равно интересно, что происходит. Я все равно с утра обязательно зайду, посмотрю и с удовольствием с кем-нибудь что-нибудь буду обсуждать. Вот представь себе, в эфире... Блогов я никаких не веду, я вообще-то вот не люблю. Я тоже очень не люблю. Блоги, я вон на Финаме там что-то написала, на блоге Финамы на Камоне. Тогда другой вопрос. Бывает часто... Трейдерские форумы, это вообще не мое. Бывает часто в передачах, вот у вас на РБК, да, кто-то приходит там, особенно Даниил Бабич любит задавать такие вопросы, например, он хорошо разбирается в рынке. Я очень его люблю, даже не просто уважаю, я очень люблю. И как ведущего, он приходил ко мне в офис, он очень хорошо разбирается действительно в рынке и понимает, когда с человеком говоришь на одном и том же языке. Так вот, бывают такие ситуации, когда, например, пришел какой-то гость в программу, рассказал, например, какую-то там акцию интересную, там второй, третий эшелон, и ты бежишь быстро в гримерочку, открываешь свой iPad, посмотреть там, все-таки хорошенькая бумажка или нет. Нет, никогда не бегу, вообще, надо критично относиться к чужому мнению и иметь собственное мнение. Ну, посмотреть, просто же все-таки интересно. Ну, я за всеми акциями слежу, о которых идет речь, я еще раз говорю, я сейчас... Вот, вот я это имел в виду. Я сейчас, я знаю там, что в той или иной компании происходит, ну, по долгу службы, в первую очередь. Ну, давай даже по долгу службы, тебе нравится? Да, это интересно, я могу, у меня есть общий взгляд на рынок, почему я там стала фьючерсами торговать в начале программы, с тобой это обсуждали, то, что у нас абсолютно непредсказуемые действия менеджмента. Они просто, их нереально предсказать, а уж во втором... Покрытая вся темная паутина. Ну, в общем, не всегда рыночные движения происходят, и вообще там много было, не хочу об этом говорить, все, наверное, знают, и во втором эшелоне так вообще, черт, что творится, седьмой континент, силовые машины, многие... А третья и четвертая? Ну, вот я говорю, вот такие вот вещи происходят, не очень уважают мажоритарные акционеры своих миноритариев, поэтому какие-то бумаги покупать... Ну, нет, и есть, конечно, там две бумаги, Газпром, Забербанк. Но их нельзя все время покупать. Ну, вот только ими торговать. Ну, а смысл, если можно фьючерсом на индекс РТС торговать, да, и рынок у нас не широкий, все акции между собой очень сильно коррелированы, так или иначе. Это не американский рынок, где много секторов, огромное количество выбора акций, а у нас все коррелировано, и очень сильно, то есть, выбрать акции, которые, например, не будут коррелировать. То есть, считается, да, что защитные бумаги – это электроэнергетика. Не так. Ну, конечно, нет, на российском рынке это высокорискованный актив. Хотела бы ты, чтобы твои дети занимались трейдингом? Ой, я не знаю, я бы хотела, чтобы мои дети чем-то занимались, во-первых, полезным. Ну, чем-то они будут заниматься. Вы знаете, есть дети лодыря, которые ничем не хотят заниматься. Я не думаю, что они такой мамы, как у тебя. Я думаю, что ты быстро построишь. Ты знаешь, такой мамы, как у меня, будут как раз дети лодыря. Это, знаешь, это ирония судьбы в некотором смысле. У тебя от родителей строгие? Нет, у меня не строгие родители, в отличие, я сама очень строгая. Вот я же говорю. Нет, мои родители не строгие, они вообще никогда не вникали ни во что, в том числе в чем я занимаюсь, как я учусь в школе, и вообще их мало интересовало все это дело. Как бы они на меня не обижались, но это было так, и они давали мне полную свободу. Я своим детям, у которых у меня нет, я бы хотела, чтобы у меня были дети. Конечно, будут. На сегодняшний день у меня нет детей, но я буду построже. Я думаю, что высока вероятность того, что дети будут лодырем. Если они будут чем-то заниматься, я буду безмерно рада. Это очень спорный вопрос. Ты же не выросла лодырем при родителях, которые все разрешали. Нет, ну я-то не буду все разрешать. Почему? Я буду требовать. Обычно так же получается, но ты же нормальная и образование получила, и хорошую работу имеешь, и тебе нравится то, что ты делаешь. Ты же не выросла лодырем. Почему, например, ты считаешь... Знаешь, когда у тебя нетребовательные родители, то дети вырастают такими деятельными. То есть ты хочешь занять противоположную позицию? Ну я не то, чтобы хочу занятия, я просто в моей природе заложена. Я жесткий человек, достаточно для женщины, кстати, в том числе. Ну я видел, иногда ты на эфиры гоняешь, иногда народ. Да, бывает. Да, бывает, да. Я буду требовать. Мужчинам и российским это не нравится в большинстве случаев. Мужчины... Мой стиль общения. Ну что ж, бывает. Вот. Тут вопрос тебе пришел. Гарик. Так. Задает вопрос. Не, он не спрашивает вопрос, что ты сегодня делаешь. Он просто задает вопрос. Жанна, как вы отдыхаете от рынка, работы и стресса? Ну то есть как ты расслабляешься? Я очень люблю ходить на концерты. Последнее время я, кстати, на них хожу. Я вот на опере была, Борис Годунов. И в выходные я посещаю концерты классической музыки. Хожу в спортзал. Ну не могу сказать, что я любитель общения. Как-то не смешно это звучит. У меня очень мало друзей. Я мало с кем общаюсь. У меня предельно узкий круг общения. У тебя просто все надоедают. Да нет. И я просто не являюсь сильно общительным человеком. Знаешь, есть люди, которые любят массовость общаться с огромным количеством людей. У них все время разрывается телефон. Я тебе даже больше скажу. Это ненадолго. Ну, есть такой типаж людей. А я отношусь к людям. Я такой экстраверт интровертного типа. То есть я вроде бы экстраверт, но на самом деле. У меня предельно узкий круг общения. И очень, наверное, скучно время провожу, по мнению большинства людей. Потому что я люблю какие-то культурные мероприятия. И именно так отдыхаю. Ну и плюс спорт. Сколько уже длится сейчас передача дневник спекулянта? Сегодня будет ровно две недели. Две недели с небольшим. То есть осталось полтора месяца? Да, осталась еще большая часть. Ну вот ты думаешь, как, когда вдруг что-то ты где-то не будешь дотягивать до данной Борисовой. Подразумеваешь ли ты, что ты можешь там немножко пойти ва-банк? То есть там торговать объем больше и чуть-чуть больше рисковать для того, чтобы догнать? Или ты все равно будешь до конца передачи, до конца шоу ввести игру, которую ты себе наметил? Ни в коем случае не буду идти ва-банк. Абсолютно бессмысленное, на мой взгляд, даже я скажу больше, вредное и глупое занятие. Потому что когда ва-банк, это импульс. Импульс всегда плохо заканчивается, тебя наказывают. Ничего, я не буду ни в какой ва-банк идти, буду аккуратненько работать. При этом, как я уже сказала, снижая объем контрактов. И, кстати, вообще еще неизвестно, кто из нас выиграет. У меня главное, понимаешь, я не исключаю такой возможности, что Данна меня обыграет по результату. Мне главное показать положительный результат, неважно какой, по большому счету, чем в абсолютных величинах ее выиграть. Просто она торгует такими инструментами, там намного больше... Риски, плечи. Плечи больше, да, риски и плечи больше. Поэтому за счет этого при грамотном подходе, я надеюсь, что она будет именно ему следовать, есть возможность в абсолютных цифрах она выиграет. У меня задача не выиграть в абсолютных цифрах. Показать положительный результат. Показать положительный результат, да. У меня такой вопрос. Утром, когда ты только пришла, ты сказала, я сейчас буду с открытия продавать РТС, и после этого он пойдет вниз. Это твои слова были, правильно? Ну, он пошел чуть-чуть. Он не ушел еще на отрицательную территорию, но он пошел, ниже стал. Так, вопрос такой. Ты не видела эту позицию как шартовую, или какая-то другая причина, почему ты не зашла в противовес? Ты же сказала, сейчас там рынок откроется, вот я в районе 174 образно продам, и рынок после этого пойдет вниз. Я сейчас, во-первых, я не стала предпринимать таких активных действий, тут два фактора. Во-первых, у нас еще Европа не открылась. Тут, конечно, можно что-то словить, но не так уж и много. Европа не открылась, торговаться мы будем где-то на этом уровне. Я не вижу сейчас импульса, прорыва какой-то. Мы коснулись 174 сразу, то есть мы не можем этот уровень прорывать, да, вверх не пошли. Сюда, тут тоже мы не прорвали пока никаких уровней, вот торгуемся в боковике. Европа не открылась, плюс фактор пятницы. Вот, но в принципе я не ожидаю падения глобального, потому что мне кажется, что есть статистика, да, некоторая, что после президентских выборов там падение. Вот я хотел как раз спросить, ты же в принципе очень многие вещи изнутри. Вот тогда вопрос такой, что ты ожидаешь у нас выбора на выходные? Вот именно. Что ты ожидаешь? Но я вообще, знаешь, такая есть вещь, когда все ожидают падение, его не случается. Или когда все ждут кризиса, и вот оно не случается. Нет, просто тут чисто твои мнения. Слушай, если посмотреть на статистику, а все-таки статистика, она оказывает поддержку, то да, после выборов были падения, но не обязательно сразу, с каким-то лагом во времени. Сейчас ситуация, когда такой огромный объем ликвидности, ну куда эта ликвидность пойдет? Может быть, будем и в боковике, но такого падения я не вижу, и сейчас я не вижу такого прорыва вниз, чтобы открыть обратную позицию. Плюс я сейчас в прямом эфире нахожусь, я не могу следить за бумагой, за фьючерсом и быстро закрыться. Понимаешь, если бы я сейчас сидела с тобой, вот он, я там было плюс 0,8, да, сейчас плюс 0,4, вот мне надо закрываться, а ты мне вопрос дальше, я говорю, извини, мне надо сейчас закрыться. То есть мне надо, когда я работаю, чтобы я была спокойна. Ситуация просто такая, что в основном очень большие деньги, которые приходят, в основном деньги, которые иностранных инвесторов, не резиденты по-простому. И я думаю, что если в принципе выиграет Владимир Владимирович, то будет более-менее стабильность на рынке, потому что все знают, что это человек, который помогает иностранному бизнесу, который не перекрывает кислород, поэтому могут зайти новые деньги. Потому что я тебе скажу честно, как человек, который прожил 20 лет за границей, что очень большое количество людей на рынке, иностранцев, они как раз и ждут вот этой политической стабильности, чтобы все было четко. Нет, но безусловно, инвесторы очень прагматичные, и политики мировые очень прагматичные. Стабильность, ну, ты знаешь, это слово, можно еще другим охарактеризовать словом, застой. Застой тоже ничего хорошего. Я не считаю, что там выигрыш Путина обеспечит рост рынка. Рост обеспечивается мировым потоком капитала и так далее в первую очередь. Вот, конечно, если будут какие-то внутренние события такого разрушительного характера, да, это будет давление на рынок оказывать. Но в целом мы движемся в русле мировых тенденций. Я не ожидаю какого-то серьезного падения, но еще не нужно забывать, что все равно социальное недовольство, оно возрастает. Это правда, это так. Да, 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 однозначно. Вот, поэтому выигрыш Путина не факт, что обеспечит стабильность, на мой взгляд. У нас минута одна осталась, поэтому твои, в каждой передаче у нас, знаешь, есть советы от Даны Борисовой, советы от Жанны Ленцовой, советы от Бориса Моисеева. Вот, советы от Жанны Немцовой. Ты, в принципе, попробовала очень много вещей, да, и у тебя работа хорошая, и торговать. Вот, что бы ты посоветовала новичкам на рынке? Я вообще бы всем посоветовала бы высыпаться. Это самое главное для успеха в жизни, потому что если ты не выспался, ты глупости делаешь значительно больше, чем если ты выспался. София Лорен сказала когда-то, если вы легли спать после 11 часов, вы не выспались. Да, нужно абсолютно точно высыпаться, правильно допытаться, дышать свежим воздухом. И не торговать. И, в общем, особо сильно не жадничать и не сильно рисковать тут. Дорогие друзья, у нас сегодняшняя передача была очень интересной гостью, ведущая канала РБК Жанна Немцова, Жанна Борисовна. И, как оказалось, еще и очень агрессивный трейдер, потому что делать сделки прямо... Это временное. Прямо временное, но все равно. Может, тебе потом понравится, ты не знаешь. Жанна, большое тебе спасибо. Спасибо большое за приглашение. Всего доброго, мы тебя будем слушать обязательно на РБК еще и еще. И смотреть. И смотреть обязательно. Пока. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.